20 мая прошел наблюдательный совет в детском оздоровительном лагере «Заря». Наблюдательный совет под председательством главы Сбестовского городского округа Суслопарова Владимира Александровича начался с доклада директора детского оздоровительного лагеря «Заря» Юрия Ивановича Туруткина, который подробно доложил членам наблюдательного совета о готовности лагеря к началу оздоровительного сезона. Мы попросили нашу городскую больницу, чтобы нам немножко расширили перечень лекарственных средств, которые необходимо приобретать, и нам пошли на встречу. Значит, мы закупили на рубль 0,8 на каждого ребенка еще дополнительно медицинские препараты. То есть, из того перечня, который по цене председательства определён, мы немножко расширились. Практика показывает, что необходимо другие еще иметь препараты, мы их закупили, они сегодня уже приведены. В течение наблюдательного совета были рассмотрены ряд вопросов о деятельности учреждения. Это уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности, вопросы финансирования с Бестовским городским округом и порядок выполнения плана подготовки к летней оздоровительной кампании 2014 года. Также были затронуты вопросы подвоза детей и наполнеемости лагеря. В этом году мы не планируем, чтобы 600 было и больше, то есть 600 и все. Вот в этом году мы добились того, что 628-630, как видите по цифрам. И не более. Допустим, цифру, как в позапрошлом году было, 739 детей первую смену и так далее. Поэтому 320 детей наших первую смену, например, и столько же примерно детей иных территорий. Детский оздоровительный лагерь «Заря» существует уже 75 лет. И на протяжении всего этого времени он занимает лидирующие позиции среди детских загородных лагерей Уральского региона. Лагерь открывает свои двери для детей в возрасте от 6 до 17 лет. В периоды всех школьных каникул. На 2014 год в оздоровительный лагерь «Заря» было направлено около 4 миллионов рублей. Целью наблюдательного совета являлось внесение изменений в то муниципальное задание, которое было уже определено «Заре» в связи с утверждением целевых показателей на уровне области. Ну и, безусловно, в рамках проведения соответствующих заседаний областной комиссии оздоровительной, городской оздоровительной комиссии, плановых совещаний в управлении образованием, мы вынуждены были поставить вопрос дополнительный о ходе подготовки лагеря к началу летней оздоровительной кампании. Дети будут проживать в четырехместных комнатах, расположенных в пяти комфортабельных жилых корпусах. Также на территории лагеря расположен административный корпус, огромная столовая, позволяющая в течение часа накормить всех отдыхающих, клуб, отвечающий всем нормам, медицинский пункт Нехворайка, 25-метровый бассейн с большой сауной, кинотеатр, спортивные площадки, а также городок ГАИ с дорожными знаками и светофорами, где ребенок может получить отзыв правил дорожного движения. На сегодняшний день готовы у нас все корпуса, 2, 3, 4, 5, 6 к летнему периоду эксплуатации. В настоящее время готова Нехворайка, готов бассейн. Проводятся работы по подготовке летней кампании столовой и клуба, и административного корпуса. К нам приготовлена образовательная оздоровительная программа, которая прошла экспертизу. Мы представили данную образовательную программу летней кампании Министерства образования Свердловской области, где она рассмотрена, и она получила одобрение. Отдых детей будет обеспечивать штат высококвалифицированных сотрудников. Это врачи, повара, воспитатели, вожатые, руководители кружков, спортинструкторы. Заезд первой смены будет традиционно организован 3 июня. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.